Сегодня в программе «Простые вопросы». Юрий Александрович Розун, российский пианист, народный артист России, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розун. Талант – это еще не гарантия созидания. Талант надо правильно ориентировать. Талант – это зона особой ранимости. Каждый конкурс – успешный, неуспешный. Это всегда толчок для роста. Юрий Александрович, большое спасибо, что нашли время на эту небольшую беседу. Спасибо вам. В первую очередь, конечно, для всех ваше имя ассоциируется с фондом, Международным благотворительным фондом. Но позвольте, эти вопросы я вам задам чуть-чуть попозже. А сейчас о карьере музыканта. Потому что то, чем вы занимаетесь, помощь в карьере молодых музыкантов, она, скорее всего, состоит из конкурсов. Вы сами победили в соревнованиях. И из них тоже, да. Из них тоже. И сразу хочу сказать, что не бывает гладкой карьеры. При том, что по-разному складываются судьбы. Но обязательно жизнь музыканта связана всегда и со взлетами, и падениями, и надеждами, и разочарованиями, и радостями бесконечными, и бесконечными, конечно, переживаниями. Ну, посмотрите, ведь так получается, что когда называются имя музыканта, и начинаются перечислять лауреатом или победителем каких конкурсов было. Вот, насколько мне известно, вы в 79-м году и 80-м стали лауреатами конкурсов в Испании, в Мадриде, в Барселоне. Это тоже первая информация, которую можно найти о вас. Да, да. Насколько субъективно? Это нету цифр, секунд, как в беге, как в футбольном матче. Да, к сожалению, еще и бывают интриги. Об этом не забывайте. Не только дело вкуса, а еще дело политики. Не только внешней политики. Классической музыке тоже. Конечно, как и везде. Но моя конкурсная жизнь началась еще задолго до уже официальных побед. На третьем курсе консерватория был отобран для участия в самом престижном конкурсе того времени, конкурса королевы Елизаветы, имени королевы Елизаветы Брюссельской. Этот конкурс проходил в Брюсселе, он и сейчас проходит, и победа на нем давала три года самых престижных концертов и с оркестрами, и с какими-то известными инструменталистами, и на фестивалях, и записи, и все прочее. То есть это уже состоявшаяся карьера, победа на конкурсе. А я был отобран на этот конкурс лидером, первым номером прошел очень сложные отборы и готовился. Но накануне мне сказали, что я не лечу, потому что не готов паспорт. Но это всегда было, так сказать, другое обозначение факта, что тебя просто не выпускают за границу. Это были анонимки, это были, грубо говоря, стукачи, которых было много в консерватории. А я вел такой вольгот на свободный образ жизни. Я мог прийти на лекцию с Луженицыным, ездил исповедоваться каждую неделю в Лавру, занимался йогой открытой, делал все это немножечко даже на показ. Не потому что мне хотелось показухи, но мне хотелось быть свободным человеком, чувствовать себя так, и мне казалось, что я на это имею право, потому что я лидер на курсе. И я был отобран. Без меня эти ребята поехали, участники, и привезли три первых премии. Я так считаю, что одна из них могла стать моей. Но поскольку этого не случилось, я пошел не в аспирантуру после консерватории, а в армию. И армия дала мне возможность поехать на конкурсы. Потому что армейцы, которые меня очень любили, я служил в военном оркестре, поручились за меня перед органами госбезопасности. Они поручились, что Юрий Розум, мы его знаем хорошо, он вернется, он не эмигрирует. Несмотря на его там сумасшедшие взгляды. И так и было. Я вернулся из Мадрида, чем поразил наших КГБшников и сотрудников Министерства культуры того времени, которые были, не знаю, наверное, одно и то же. И потом взял первую премию в Барселоне. Это было, конечно, очень счастливое время. Это был счастливый момент. И очень много контрактов. Но, к сожалению, ни один из контрактов нельзя было осуществить. Нельзя было осуществить. То есть меня стали выпускать на конкурсе под присмотром. А такой реальной концертной жизни я не получил. Так вот, Юрий Александрович, сегодняшняя судьба тех молодых ребят, которых вы опекаете, все равно показателем успеха, как ни крути, является конкурс, в котором тоже такие же подковерные интриги ожидают каждого талантливого или бездарного человека. И, в общем-то, тут не в таланте всегда оказывается дело. Так вот, как раз фонд-то и создан был, чтобы помогать и пройти подводные камни, и открытые преграды помочь взять. Потому что талант – это зона особой ранимости. Каждая небольшая даже, на первый взгляд, небольшое поражение, небольшая потеря, может быть воспринята как катастрофа. И это не только конкурсы. Хотя конкурсы, конечно, являют собой такую рубежную точку, в которой человек очень концентрированно готовится, которая проходит и уже потом начинает играть на другом уровне. Каждый конкурс – успешный, неуспешный. Это всегда толчок для роста. Так вот, и конкурсы, и какие-то концертные переживания, и какие-то интриги, через которые все равно даже в юном возрасте музыкант проходит. Поддержать в этом задача, конечно, взрослых. Потому что сверстники с этим не справятся. И сам музыкант юный тоже с этим может не справиться. А я всегда говорю, что талант – это еще не гарантия созидания. Талант надо правильно ориентировать, его правильно надо увидеть, помочь, поддержать, увлечь. Потому что это человек, который может быть первым в созидании, в творчестве, в достижениях. И первым может быть также и в разрушении. Причем саморазрушение. Теперь самый важный вопрос, наверное, для тех родителей, которые смотрят сейчас на вас, и у которых есть маленькие дети. Как рассмотреть, где настоящий талант, и как не переоценить свою влюбленность в собственного ребенка? Что он видит в нем гения, а это на самом деле обычные склонности к музыке. Сколько ребят, столько и случаев. Нету одного рецепта. Есть, конечно, определенные показатели, которые необходимы для того, чтобы человек стал музыкантом, профессиональным музыкантом. Это особый слух, это особое чувство ритма, это особая музыкальная память. Это восприятие музыки как речи. То есть не просто набора звуков или приятных мелодий, а умение мыслить музыкальными образами, умение разговаривать музыкальными интонациями. Это сразу не проявляется. Но какие-то показатели есть, такие как слух, как музыкальная память. Это сразу появляется. И тоже очень много случаев, когда ребенок хочет заниматься талантливой. И когда талантливый ребенок не хочет заниматься и ленится, потому что ему все интересно. То есть никаких признаков, чтобы обозначить. Ну, Моцарта, конечно, сразу было, наверное, видно. И признаки были. Но не у всех так. Не у всех. У многих постепенно проявляется вот это дарование, это влечение. Да я сам ничего греха таить. Я в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Школа для уже профессионалов практически с первого класса. Я был один из самых ленивых. Поэтому я так уверенно говорю, что не сразу ты можешь почувствовать себе зерно и возможность стать профессионалом. Кирисыч, а правда, что... Ну, я это как в шутку услышал от вашего друга о том, что ваш отец, известный баритон, а ваша мама, один из самых знаменитых армейстеров, считали, что вы... Ну, никакой из вас... Никто из вас не получится, потому что вы не умеете вокала, не будете петь, а вы стали замечательным пианистом. Или это такая была шутка? Мама обладала абсолютным слухом. И для нее было дикостью, что ее ребенок все поет мимо нот. Я пел. Нет, я очень любил петь. Я не ложился спать без того, чтобы вся семья выстроилась. А это было и дедушка, и бабушка, кстати, музыкант, и отец, и мама. Поэтому, чтобы все встали рядом и пели для меня. И я с ними. Но я гундосил, я не попадал ни в одну ноту. Я себя не слышал. Вы не слышали, что не попадали, да? Ошибка, конечно, в том, что я себя не слышал, я вообще не слушал, что я там пою. Я издавал какие-то звуки, мне это у кого-то... Так что они, небось, у вас с 4-5 лет ожидали точного исполнения вокального? Ну, бывает же так, что ребенок достаточно точно интонирует, когда он себя слышит. А я себя не слышал. И случайно совершенно у мамы был концертмейстер, ну, это нормально, концертмейстер в ее гнесинском классе дирхора. Вот эта вот девушка-концертмейстер, она в каких-то играх за роялем, под роялем со мной, в ожидании мамы, обнаружила, что у меня абсолютный слух, что я прекрасно знаю, помню, как звучит каждая нота. Я подходила с другой комнатой и нажимала сразу этот аккорд, который она мне брала. То есть случайность вас оставила в музыке? В данном случае это была случайность. Юрий Александрович, меня очень поразила фраза, я вот заглянул на страничку вашего фонда, которая написана прямо там в заглавии. Ваши слова. Когда талантливый ребенок осознает, что музыка – это нечто большее, чем снискание славы и развлечения, он начинает по-другому чувствовать и играть. Я все время думал, что долгое время для ребенка занятие музыкой будет интересно, если это все-таки игра, если это все-таки какое-то приключение. А второй момент, конечно, это слава, аплодисменты и то, что аплодируют. Это то, что в первую очередь может увлечь ребенка заниматься музыкой. А вы эти два самых важных пункта просто отрезаете, что только тогда, когда этого ничего в ребенке не будет, что это должен быть уже взрослый маленький человек? Нет, нет. Ну, почему? Игры же разные бывают. И игра на рояле или на скрипке, как она была игрой, так она остается до последних лет жизни. Само слово такое многозначное. Но результат этой игры и цели этой игры может быть совершенно разные. Это может быть саморазвлечение, а может быть такая игра, которая вершит судьбами. Специальная программа нашего фонда «Дети детям» это привлечение ребенка к благотворительности. Когда ребенок своим искусством, своим трудом, своим творчеством конкретно, реально, осознанно помогает другому ребенку. Когда он это делает, понимая, что исполнение какого-то произведения может поменять судьбу, возможно, это сбор средств и приобретение лекарств для какого-нибудь медицинского центра детского. Или это закупка какого-то оборудования для детей-инвалидов. Или это просто свой личный пример для ребят, которые живут в непростых условиях, или детские дома, или воспитанники трудовых исправительных колоний. результаты совершенно невероятные, причем с обеих сторон. И вот наши, наши вот эти уникально одаренные дети, когда они видят, что это не просто взрослый дядя и тетя, аплодируют и встают и кричат «Браво!», а их сверстники, и что-то меняется в жизни этих сверстников, вот тогда ценность этой игры в их глазах вырастает, становится совершенно другой. Расстановка акцентов. Юрий Александрович, Международный фонд Юрия Розума, по-моему, 11 лет в этом году. Да, Московскому и 5 лет Дальневосточному. Такое тоже есть. По идее, вы, народный артист России, должны были в первую очередь беспокоиться, ну, естественно, о российских талантах. Вы ищите ребят в Белоруссии. Почему? И находите ли вы кого-то? Назовите пару имен. Белоруссия для меня не просто республика в ряду других десятков, которые я посещаю и которые мне нравятся. У меня четверть белорусской крови. Мой дед родился в Жодино, Григорий Розум. Моя фамилия идет отсюда. И мне еще с советских лет Белорусь, тогда еще Белоруссия, была очень близка, интересна, радостна. Здесь есть какие-то качества, которые меня делают, не знаю, счастливым, наверное, когда я сюда приезжаю. Поэтому и возникло взаимопонимание. И поэтому это одна из немногих республик или стран. на призыв, который я откликнулся сразу, не думая. Потому что здесь много друзей, потому что это удивительная земля и потому что здесь, конечно, невероятное количество талантов. И вот уже этот год показал, что ребята есть замечательные. Причем некоторые из них, которых мы тоже радостно и активно поддерживаем, имеют какие-то физические ограничения. Например, слепые ребята, которые поют прекрасно или играют прекрасно. Но прежде всего это внутренний талант, это жажда творить. И просто обилие таких ребят, которых надо поддерживать, которых хочется поддержать. С другой стороны, да и почта-то благодатная. Я встречаю очень большое понимание и большую поддержку здесь. Поэтому я очень с радостными чувствами смотрю вперед. Александр Ильич, большое спасибо за время на это интервью. Большое спасибо за то, что вы делаете. Потому что это замечательный пример. Школа как для детей, чтобы не заболеть звездной болезнью, так и для взрослых, чтобы вернуться со звездной болезнью к реальным делам. Да, и заболеть меценатской болезнью. Спасибо за вашу информацию. Спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!